Более 50 тысяч тонн снега за полтора зимних месяца и свыше 33 тысяч с начала этого года вывезено на полигоны временного складирования. Основной процент осадков пришелся на конец декабря и начало января. Тогда специалисты коммунального хозяйства трудились в усиленном круглосуточном режиме. С 1 января этого года было составлено 16 актов несоответствия и 15 предписаний за недобросовестное исполнение обязанностей на ответственных за уборку и вывоз снежных накоплений. Работы по расчистке городских дорог и внутриквартальных проездов ведутся ежедневно, даже в солнечную и морозную погоду. Подрядчики технику на вывозку предоставляют. Всего на уборке городских территорий на 16 число на сегодня задействовано 234 единицы техники. В общей сложности задействовано 3331 уборщик территории. Особое внимание по поручению главы города Елены Лапушкиной уделено упрощению граждан, которые поступают через социальные сети. На совещании в мэрии рассмотрели каждую из них в отдельности. Недостатки по уборке и вывозу снега должны быть исправлены уже сегодня. Управляющим компаниям ТСЖ, ЖСК и ТСН необходимо вновь адресно отработать каждую территорию, закрепленную за ними в районе, и устранить недоработки в кратчайшие сроки. Мне бы очень не хотелось, чтобы очистка территории у вас уходила на второй план. Это то, что видно, это то, что людям бросается в глаза. Надо контролировать не только за муниципальным предприятием, но и за управляющим компанией. По прогнозам погоды у нас конец января и февраль будет очень снежным, поэтому настраиваемся на круглосуточную работу вместе с управляющими компаниями. Отдельно на совещании в администрации города рассмотрели вопрос помощи пострадавшим при пожаре в жилом доме по Некрасовской 25А. Он произошел 11 января. Предварительная причина – неосторожное обращение с огнем. Площадь пожара составила 800 квадратных метров. Ему был присвоен повышенный третий ранг сложности. В результате происшествия погибли два человека. Жильцам сгоревшего дома оказывали всю необходимую помощь. Одежду, обувь и другие предметы первой необходимости жители города приносили в администрацию Самарского района. Тем, кто утратил документы, помогали их восстановить. Достигнут договоренности с управлением ЗАГС Самарской области, из ФМС. Все желающие и все люди, которые утратили свои документы, паспорта свидетельства о рождении, то есть по ЗАГСу все восстановлено. По ФМС, паспорта, люди, которые нуждались в восстановлении паспортов, все, кто обратились, у всех все восстановлено. Жильцам сгоревшего дома на Некрасовской предоставлены все необходимые справки, в том числе для получения жилья из маневренного фонда тем, кто в этом нуждается. 12 семей изъявили желание о предоставлении маневренного фонда жилого, 10 из них подали заявление. Оказана материальная помощь родственникам погибших при пожаре на Некрасовской. За пострадавшими организован тщательный медицинский контроль. Их разместили в больницах Середавина и Иваново. В целях обеспечения безопасности доступ к дому ограничили. Охрана работает круглосуточно. Вопрос на контроле городского департамента управления имуществом. Кроме того, все собранные средства, поступившие от горожан, для помощи пострадавшим будут поровну распределены между жильцами сгоревшего дома. Ольга Павлова, Николай Епифанов. События.